Бреженко Артём Александрович сегодня, 16-го, 11-го, 12-го года освободился с ФБУ ИК-5. И то есть о том, что там происходит, сейчас могу изложить вам, как бы вкратце, не общих, что и как вообще там. — Расскажите, пожалуйста, последние события, которые сейчас произошли, какие-то, как бы сказать, вот эту неделю физические воздействия, в каком порядке это производится и как, как бы сказать, на это реагирует само руководство? — Угу. То есть за эту неделю, за эту прошлую, сейчас начинается здесь перевозка осуждённых с одного исправительного учреждения в другое. — С какого ИК? — С 22-го на пятёрку, с пятёрки на 22-й и на ИК-40. То есть тех, кого привозят сюда, это, ну, с 22-й колонии, их бьют там, принимают сразу спецсредства, то есть администрация. — Сотрудники администрации? — Сотрудники администрации, а конкретно... — Под чем руководством? — Оба под руководством зампобора Зеленкова, Андрея Викторовича, ой, Валерьевича, Андрея Валерьевича. То есть руководствуются они от него. Почему применяют физическую силу и не то ли, не более того, это ещё, как бы, сказать-то вам без матов, гомосексуализмные движения из-за того, что осужденные не хотят вступать в актив, сотрудничать с администрацией, в общем, да, вот так скажем, и их бьют, кого на ЦБ, кого куда увозят, во концове потом садят под крышу изолятора. — А в последний период есть ли у вас сведения по каким-либо лицам, которым применялись, а вы не вводите такую информацию, да? — Почему нет? Я освободился с изолятора, с 15-й камеры, в камере 26-й и в 31-й сидят осужденные с 22-й, которые, ну, не поддались вот этому, и... — В каком состоянии? — Они в плохом состоянии, побиты и перебиты. Вчера с центральной больницы, которая при пятерке находится, посадили туда человека, у него переломаны ребра, то есть подмотали его маленько и в изолятор спрятали. А сегодня, так, со вчерашнего дня они сидят на голодовке. — Сколько человек? — Шесть человек, там, семь даже. С завтрашнего дня, это 17 ноября 2012 года, получается, их будут поддерживать все. Из-за конкретного беспредела администрации, противоправных действий их... — В отношении осужденных. — Да, в отношении осужденных. — Понятно. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Вообще, как бы сказать, вот эта вся процедура давно началась, или она, как бы сказать, только вот в связи с последними событиями или со смен? Вы сидите? Какой срок отбывали? — Я первый срок отбываю. — Сколько лет? — Четыре года. — Четыре года. Вы, значит, были предыдущим руководством? — Да, я был, я принял, вот здесь это уже третье руководство сменяется. — Колония? — Да, был первый пресс такой, начальник колонии. Евгений Альбертович, при нем в 10-м году, 22-го февраля, убили здесь человека. Тоже были этапы. С 12-й. Убили здесь человека и, как бы, ну, сказали, что его убил... — Осужденный. — Осужденный, там, с лестницы он упал, всякую ерунду писали. Но мы конкретно знаем и знаем очевидцев, которые видели это все из-за того, что он просто не взял в руки тряпку, чтобы мыть полы. Его просто забили. Но он скончался в оконцове 22-го февраля 2010-го года. Потом пришел Клементьев. Ну, недолго, месяца четыре, наверное, побыл. При нем такого не было беспредела. Его убрали. И пришел Цуканов и зампобор. — Сейчас который, да, Цуканов? Цуканов — это начальник колонии. Ну, вообще не касается вот этих дел, потому что он занимается только промзоной, то есть поднимает промышленность. — Понятно. А вот этим всем занимается Зеленков, это зампобор его. — Зампобезопасности. — Ну, да, зампобезопасности он его подменяет, и, то есть, все, что творится, исходит чисто от него. — Скажите, пожалуйста, а в связи со сменой руководства ГУФСИНа области, как такое было? — Очень сильно отразилось, очень сильно отразилось. Потому что каждые полгода. Первый раз ОМОН заводили без причин 16 июня 2011 года. Я под них не попал. Второй раз завели 16 ноября 2011 года. Здорово, ну, попали под них. Я тоже в тот момент находился в ПКТ. Не знаем. — Не было? — Не было никаких причин. Просто выводили на продол, обыскивали, применяли спецсредства, то есть, это электрошокера вот эти. Дубинками не били, потому что оставались побои, мы их снимали. Но, опять-таки же, вот эти побои, которые были, они, как, при нас фиксируют. А когда приезжают адвокаты, не адвокаты, то есть на нас уже ничего нету, а на бумагах ничего нету. — Понятно. — Понятно. — И третий раз вот зашли в 2012 году, 16 мая. Тоже я застал их в ПКТ. Это из-за того, что мы всем ПКТ сели на голодовку. — А требования в голодовке? — Массовые беспорядки были администрации, противоправные действия в сторону осужденных. — Требовали прекратить как бы... — Да, мы требовали... — Противозаконные действия в отношении осужденных. — Да. — И, опять-таки же, в феврале 12-го числа, вот этого года 12-го, просто открылась дверь, залетели с дубинками, избили-перебили всех. — Мы написали... — Объявили голодовку? — Да, объявили голодовку. — У нас человек 18 в тот момент было. — И, как бы, Зеленков пришел, дал слово свое, слово офицера, что больше никогда никого не ударят. — Если есть нарушения, то будет изолятор. — Как бы, ну, с чем мы были, конечно, согласны. — Но его дела расходятся со словами. — Потому что пацанов постоянно забивают. — И, опять-таки же, кого закрывают с лагеря, изолятор водворяют, в ШАЗОПКТ. — Есть пострадавшие в лагере, их можно найти, конечно, кому применялись гомосексуальные вот эти... — Воздействия. — Воздействия, да. — То есть... — То есть... — Они применяют спецсредства, плюс к этому унижают, унижают. — Там... — Мужские достоинства для того, чтобы склонить сотрудничество. — Да, да, да. — И не только, как бы, не то, что к сотрудничеству. Ну, я в общих красках нарисую это. Закрывают досмотровую, пристегивают наручниками, держат ноги, снимают штаны и заводят другого осужденного, обиженного. И он, ну, пальцем проверяет внутри, есть чё, нету. — Понятно. — Сколько вскрывалось народу, сколько садилось на голодовки. То детьми пугают, то ещё чё. Вот такое вот творится. — Возвращают ещё воздействиями наручника. — Да, 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 да. — Понятно. — Вам здесь ещё срок сидеть, у вас там дети, у вас там внуки, вот в таком всё, как бы, ключе. В данный момент вот сейчас находятся, там ещё раз повторюсь, шесть человек, которые сидят на голодовке. Но завтра их, 17 ноября, будет 50 и выше, которые будут сидеть на голодовке. Вчера пришёл Зеленков в зампобор и дал, как бы, ну, можно сказать, слово, что в понедельник, во вторник, да, просто опять зайдут ОМОН и всех перебьют. Ну, что нас не удивило. Как бы вот так. Спасибо большое, в первую очередь, за то, что вы осмелились вот так всё это дело выразить, как есть на самом деле. И то, что, как бы сказать, пытаетесь поддержать свой человеческий, как бы сказать, публик, не уронить, как бы сказать, человеческое достоинство, чтобы защитить своих, так скажем, сограждан, которые отбывают наказание в данном подпуске от учреждения река номер 5. Спасибо. — Продолжение следует.